Вот эта книга называется «Буква, слово, текст, искусство». При этом автор проекта, он как раз не по буквам и не по словам, он как раз по изображениям, потому что это, я настаиваю на этом предъявлении, гениальный художник Михаил Шмидовский. Прежде чем мы про этот проект будем говорить, я вот к определению, к дефиниции гениальность, которую я начал, потому что вы все время отказываетесь от того, что вы там всемирно известны, когда вас представляют, вы говорите, что вы не всемирно известны. А чем меряется вообще? Вот в журналистике есть понятие рейтинг цитирования. Там вот чем чаще упоминается, значит, тем выше вот этот рейтинг. А в мире живописи, чем определяется известность? Ну, я думаю, на сегодняшний день просто-напросто уже вот эта эпоха звезд больших в изобразительном искусстве, она уже фактически ушла в небытие. Что последний это был Сальватор Далли, это был Пикассо. У их мастерских дежурили журналисты, любой шаг Сальватор Далли или, допустим, там Пикассо освещался прессой, что бы он ни сказал, Сальватор Далли сбривал усы, снова отращивал, там вообще Пикассо одевал полосатые панталоны, как у Гойи, вот, присутствовал на кориде и все. На сегодняшний день нас так много развелось, что если Сезанн в свое время сказал, что ежегодно надо отстреливать тысячу художников, то я даже не представляю, что бы сегодня старик сказал, видя, сколько нас расплодилось. Он бы просто, наверное, придумал какой-нибудь остров, куда нужно сводить периодически вообще тысячами и туда бросать небольшую бомбу. Вот, поэтому сегодня говорить об известности художника, это... Ну, вы на самом деле упомянули мастеров, которые были в значительной степени и пиарщиками. Они очень умело работали с общественным мнением, с журналистами. Это экстравагантные, совершали поступки, работы писались, опять же, не вполне обычные, да? Ну, это были, в общем, где-то своего рода скандалисты. Да, да. А Шемякин скандалист? Если покопаться в досье полиции, то можно найти вообще, но это совершенно не из области искусства. Много стран, как минимум четырех. Я обычно не скандалю, я не занимаюсь шокирующими вещами. Вот. Поэтому на сегодняшний день, конечно, по-прежнему художники пытаются, так сказать, вообще привлечь к себе внимание при помощи экстравагантных каких-нибудь выходок там. Ну, например, известно, что кулик там раздевался догола и изображал из себя человека-собаку. Вот. Его привозили в Нью-Йорк на цепочке, водили по улицам. Потом был такой, не знаю, где он сейчас, но такой Бринер, концептуалист или перформационист, вот, мастер перформанса. Это Бринер, по-моему, если не ошибаюсь, московский художник, который, по-моему, ни то по-большому, ни то по-малому сходил в музеи, вот, выражая, так сказать, свое отношение к Ван Гогу, презрение к буржуазии. Потом он разрезал, нет, не разрезал, он испачкал баллончиком с краски зеленой, замазал картину в музее в Амстердаме Малевича, крест его знаменитый белый. За это его посадили, по-моему, на 6 месяцев или на год, где он давал интервью. И многие художники звонили ему и говорили, это здорово, так и надо бороться, так сказать, вообще и с Малевичем, и с тем, что, так сказать, творится в музеях. Поэтому, конечно, очень много, очень много делают вот таких, я бы сказал, странных жестов, чтобы привлечь к тебе внимание. Но, опять же, я говорю, нас так много расплодилось, что те, кто фурит, простите за нескромное выражение, их тоже очень много. У меня есть исследование, например, писуны, те, которые пишут, а есть писуны, которые просто писают. То есть кулик не одинок, так сказать, вообще. Поэтому, опять же, я говорю, на сегодняшний день, если и возникает какая-то фигура скандальная, то быстро-быстро в потоке информации она исчезает. Нет, но все-таки давайте проводить какую-то линию между людьми, которые просто могут привлечь к тебе внимание, которые при этом и дали, и, как кажется, они хорошие были рисовальщики. До того, как они стали что-то такое необычное делать, они же могут нарисовать, правильно? Это верно. Сегодня это не обязательно. Вот это, да, потому что Демиан Херст, он вообще, по-моему, не рисует. Он дизайнер был, да. Он зарабатывает гораздо больше, чем люди, которые умеют владеть кистью или пером. Вот не является мерилом гонорар таланта? Ну, сегодня, да, измеряется не тем, что ты создал, а тем, за сколько тебя продали. Обычно, надо сказать, на сегодняшний день на аукционах в основном они и управляют, как бы, умами коллекционеров. Это, в общем-то, если размышлять о сегодняшнем, о движении сегодняшнего искусства, то оно движется в области Уолл-стрита. Потому что есть Уолл-стрит, где продают акции, где продают, так сказать, вообще нефтяные различные потоки, выраженные в бумагах, а есть просто определенный Уолл-стрит бизнеса. Где сегодня поднимают одного художника, кого-то опускают, и люди вкладывают деньги. Не из-за того, что они любят это. Вы знаете, иногда вот мне говорят, ну, американцы, они тупые, вообще, посмотрите, что они покупают. Вот взяли, купили за 12 миллионов акулу. Или какую-нибудь разрезанную там свинью за 5 миллионов. Дело не в том, что они любят это. Дело в том, что существует специальная компания брокеров. Например, вы хотите вложить куда-то деньги. Но ни один банк вам не даст такие проценты, как дает на сегодняшний день искусство. То есть, если бы купили работу за 3 миллиона долларов, то брокер, который занимается этим вплотную, и он специалист, он говорит, что в течение 3-4 лет можно эту работу продать в 2-3 раза дороже. И они делают это. То есть, работы многие, которые покупают объекты, вернее, эти странные, которые шокируют русского человека. Только русского, вы считаете, они шокируют? Ну, Запад уже ко всему привык, понимаете. Мы еще начинаем только привыкать к выкрутасам западного мира. А может быть, скоро заставят нас от этого и отвыкать. Вот, оно так и тише будет, и спокойнее. Вот, но, во всяком случае, те люди, которые покупают эти странные объекты, они часто не привозят их к себе. У Сотби и у Кристи существуют специальные сториджи, вот как бы... Хранилища. Хранилища, да. Где создана великолепная температура, условия для того, чтобы там разрезанные акулы не тухли вообще и прочее. Вот. А через, допустим, 3 года, 4 года вам звонят и говорят, сегодня Сотби будет продавать вашу работу. Думаем, что она в 2 раза, в 3 раза будет продана дороже. И, конечно, ни один банк в процентах не может сравниться с этим. Если внимательно смотреть, оно так и происходит. Поэтому это своеобразная игра. Я не говорю о том, что люди очень любят это. Просто они играют, это приносит большие деньги. И художники многие этим пользуются. А почему нет? Если ты не умеешь рисовать, и вдруг выясняется, что ты один из грандиозных художников современности. В этом тоже вообще какой-то трюк. Почему художники всегда так пренебрежительно отзываются о своих коллегах? Ведь, мне кажется, вот в писательской, допустим, среде кинематографистов, где тоже есть ревности, самые разные амбиции, такого нет. Потому что вы, в прошлый раз мы с вами беседовали, вы очень пренебрежительно отозвались о Никисе Сафроне. При том, что это вот, ну как бы это красивый человек, ну я имею в виду не только как физиологический объект, а вот у него он красиво совершает какие-то поступки. И многим людям неискушенным, вот живопись таким, нравится то, что он делает. А вы прям так ему бац, бац, прям помордаться. Это уже жалею, видите, уже сделанному рекламу. Ну, кстати, не без этого. Глазунова. А, реклама – это тоже реклама. Вы же понимаете, что тот же Илья Сергеевич Глазунов, он тоже нарисовать может. Я просто не знаю, насколько он действительно большой художник, но он хотя бы вот может взять и что-то нарисовать. При том, что вот мы же с вами говорили, что есть масса людей, которые сделали себе имя в этой отрасли, скажем так, которые вообще не могут рисовать. Может быть, надо как-то людям, которые хоть что-то могут как-то наоборот объединяться. Вы же поддержали Церетели, когда его, условно говоря, травили за Петра. Да, совершенно верно. Хотя понимаете, что он, в общем, ну… Это большой труд. Потому что это большой друг, но это… Потом я не люблю, когда все на одного, понимаете. Это немножко знакомо уже мне по временам. А вот, кстати, вот вы упомянули определение, я скажу так, русский. Потому что вы ведь, вот про вас написано в энциклопедии, что вы русский и американский художник, но вы же живете во Франции и уехали во Францию, ну, были высланы из Советского Союза. Но вы ведь себя считаете русским. Конечно, всегда подчеркиваю это. Вот, это ведь очень важный момент, потому что… Вы имеете в виду русским художником или национальность? Национальность, да, сейчас. Нет, я всегда подчеркиваю, что я лицо кавказской национальности. Но у вас папа, да. У меня отец… А в России ведь мы же не в Израиле живем, в Израиле по маме, а в России по папе, верно? Ну да, у вас отец, он тоже Михаил или он был Мухаммед, как вас называют? Нет, он был, конечно, не был… Это его второй отец, который его усыновил, он ему дал это имя. Конечно, у него было имя не… Потому что я знаю, что в Кабардини, в Кавказе вообще вас тоже называют. Никто меня не занимается за Шемякином, меня всегда называют только Кардановым. А вы верующий человек? Ну, конечно, да. Вы какой-то конфессии определенной придерживаетесь или вы верите вообще в нечто высшее? Нет, 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 я, так сказать, вообще просто принадлежу христианской церкви. А, то есть, да, то есть ислам вам совсем не близок, хотя родители ваши… Нет, я изучаю религии всего мира, интересуюсь и приветствую, и очень много, конечно, изучаю Коран, потому что все мои предки, как говорится, были мусульмане, вот. Ну, в основном я, конечно, просто я был крещен православной церкви, вот. И моя семья была связана просто с православной церковью, потому что мой прадед был… Служил местиционок кронштадтским, был священником. А Доротея Михайловна, ваша дочь? Доротея Михайловна тоже верующая, вот. Она тоже ортодокс, она же в Греции живет, наверное, там, в общем, проще быть. Нет, она была крещена в католической церкви. А, да, она не православная? Да. А вот она, как вот художник, скульптор, не знаю, вот она же делает какие-то вещи, как вы ее оцениваете с профессиональной точки зрения, если абстрагируется о том, что это ваши гены? Ну, знаете, если… Отцу всегда сложно говорить о своем ребенке. Да, это вообще у любой мамаши, у нее дочка всегда самая красивая, даже если она немного… Правильно, как должно быть, да. Нет, если отвлечься, то, конечно, она очень сильный, интересный художник. Очень неженский, потому что у нее жесткая рука, ну, может быть… Да, вы говорили, что у нее характер мужской, при этом у нее тут рука. Совсем не неженский характер, и она лепит, она занимается живописью, занимается скульптурой, занимается ювелиркой, то есть это такая многогранная… Она использует бренд вот этот, Шемякин, как вы считаете? Ну, конечно, она всегда подписывается Доротея Шемякина. А вот, допустим, вот эта вещь, да, вот многие видят такую красивую вещь, на которой написан Михаил Шемякин, они, конечно, ожидают, что там будут работы. А Михаил Шемякин, а при этом здесь, в общем-то… Расскажите, что это такое, чтобы… Ну, вот как раз говорит о том, что я не принадлежу к той породе, которая ругает художников. Вот, потому что я в основном занимаюсь, как бы, и занимался пропагандой российских художников, как вы знаете. Когда я заработал свои первые деньги во Франции, я вложил их все в громадный такой альманах неподъемный. Это в начале 70-х было, да? Да, это был «Аполлон-77». Там я как раз много-много проиллюстрировал материалов художников, московских, Кабаков, Янкелевский, Рабин, питерские художники, литераторы. Я первый напечатал произведения господина Лимонова, первый напечатал его супругу Лену Щапову, я печатал Генриха Сабгира, Вагрича Бахчиняна. В основном это были москвичи. А что говорить о выставках, которые я занимался, в основном мы занимались с Глезером выставками художников-нонконформистов. Я отказывался даже от своих выставок, предоставлял площадку для ребят, потому что я считал, что это важнее, чтобы Запад узнал, что существует все-таки подпольное искусство. Вот мы делали громадную выставку в Вале де Конгре, это 2000 квадратных метров мы делали в 70-е годы. Выставляли работы Олега Цилкова, Немухина, которого я бесконечно уважаю. То есть я очень много люблю художников, когда мне говорят, ну назовите своего любимого художника, я говорю, давайте берите раскладушку, приготовьтесь уснуть под мое бормотание, а я его буду перечислять. Ну, наверное, такую же раскладушку надо и под список нелюбимых, в общем-то. Нет, вот здесь гораздо меньше, так сказать, гораздо меньше. Ну так просто расскажите, что это за проект. Вот здесь как раз тоже собраны буквы, слова. Это выставка, которая сейчас открыта в музее в Новосибирске. Вот я туда летал вместе с своей супругой, мы открывали эту выставку. Выставка посвящена букве, тексту, фразам. И здесь представлены художники всего мира. Вот в моем изобразительном материале, который я привожу, это и французы, и англичане, очень много русских, конечно. Безусловно, Булатов, который в основном занимался текстами. Вот Шелковский Игорь, который сделал замечательную серию поговорки. Кабаков, безусловно, Илья, который тоже много уделал внимания текстом. Соков. Когда возникла эта идея, чья это была изначальная идея, и сколько времени потребовалось для реализации вот этой идеи? Потому что вы ведь это все собирали, насколько я понимаю. Или это делала Субаши Прокосара? Нет, нет, я ведь очень много работаю с выставками и много работаю с телевидением. Я сделал на канале «Культура» 21 фильм. Это как раз тематические экспозиции и темы, которыми я занимаюсь, исследования. То есть это такой бумажный продукт, который вот суммирует то, что вы сделали в этом телевизионном проекте на «Культуру». Да, ну вот это первая, одна из первых книг. Первая была сделана, это «Стул в искусстве», а это вот вторая книга, которая в принципе является каталогом выставки. Сейчас она в Новосибирске, потом она переезжает в Майкоп. Я много работаю с Майкопом. После Майкопа это будет выставка открыта в Петербурге. А завтра открывается выставка в Академии Михалкова. Это вот мы сейчас про разрез в искусстве. Это тоже научное. Расскажите там поподробнее тоже, что это будет. Ну вот, разрез в искусстве, видите. Это очень интересная тема, которой я тоже много-много десятилетий этим занимаюсь. И анализирую, что такое разрез и почему художники всего мира им занимаются. Ну, прежде всего, разрез вот у нас в каталоге начинается с знаменитой истории. Это когда один из вандалов разрезал ночной дозор Рембранда. А вот это уже человек, который разрезает, он отражается в металле, разрезает тонкий металл, полированный алюминием. Это фонтана. Здесь разрезаны копии джиаконды. И вот, например, фонтана, которая разрезает холст. Сколько, вы думаете, может стоить вот такой разрез? У меня нет идеи даже. Скажите, сколько? Ну, обычные его холсты, которые продаются, он сам давно уже почил в Бозе. Вот этот разрез, который, в принципе, обязан иметь каждый музей крупной современности. Обычно такие разрезы продаются от 3 до 4 до 5 миллионов долларов. Один разрез бритвы на холсте. Холст бывает зеленый, бывает красный, бывает желтый. Вот он, мастер разреза. А здесь вот сделали подобно, как абсолютная копия фонтана. Ну, просто использовали, так сказать, игру вот этого вещи, туда вставили бутылку из-под вина. Обвинить их в плагиате никак нельзя. Вот. Потому что сегодня новый вид наслаждения. Это как увидеть что-то неожиданное, да? Поглазеть. Удовольствие поглазеть и понять, а что же, так сказать, вообще вот этот художник, или именующий себя художником, преподнес. Вот почему это обыкновенная коробка, которая просто валяется на улице. Вот почему она стоит 20 тысяч евро. И тебе галилейщик объяснит, потому что это великолепный, новый, молодой скульптор, который нашел красоту вот в этом ящике. И вы можете сегодня купить, пока дешево, 20 тысяч евро. Потом это будет 200. И люди ходят, ухмыляются. Это очень интересно. А люди все-таки ухмыляются, то есть они понимают, что... Ну, конечно, никто, так сказать, не купит, уж такой же ящик у него валяется в этом. Или просто висит палка на веревке обыкновенная. Ну, цены такие скромные, там, 15-20-30 тысяч евро, так сказать, не разорит никого особо. Но, во всяком случае, это очень интересно. Я все время, как аналитик, я рассматриваю, фотографирую, собираю. То есть вот в моем исследовательском институте, лаборатории, у меня нет Шемякина, который любит кого-то, или ненавидит. То есть это нужно забыть. То, что я люблю, это находится внутри меня. Я люблю Брейгеля, люблю Веласкеза, люблю Рембранда, люблю Дега, Монеа, люблю Сутина. Я очень много чего люблю. Но я работаю с тем материалом, который я иногда очень не люблю. Но я понимаю, что это создано, это похоже, они идут вот так, раз-раз-раз, бок о бок. И у меня получается очень интересный такой тоже момент своеобразного кайфа, как говорят сегодня. То есть я нахожу, ага, вот это гадость. А вот здесь, в Австралии, этот человек сделал тоже подобную гадость вообще. Ну, извини за выражение, у меня даже есть такое исследование, экскремент в искусстве. Это сегодня очень сильное... Некоторые очень дорого стоят. Да, очень дорогостоящая вещь, вы знаете. То есть мы все время меняем художники, они меняют все. Если раньше говорили, не стоит выеденного яйца, да. А вот есть, например, художник, который работает исключительно со скорлупой яйца. Он выпивает яйцо, а яйцо наклеивает, так сказать, на стул или на кусок холста. Это стоит сегодня приличные деньги, потому что у него большое имя. Ничего подобного. Мансони, который давно умер, умер в нищете, он просто был смешной парень, итальянец. Он делал какие-то скандальные вещи. Но он умер, кто-то приобрел его творчество, которое, допустим, часть творчества стоит, 150 банок маленьких таких, где он написал «Мое». Да, вы знаете, да, вот из-за времени прискусов сейчас говорят, что если вот позвонить в дверь, когда она откроется, сделать кучу, то это будет перформанс. А сделать кучу, позвонить в дверь, это будет инсталляция. Это неверно. Значит, мы переходим к финалу. Михаил, здесь вот в этом мешочке фишки вы выбираете одну. А почему одну? Ну, таковое правило. Знаете, у нас есть формат, прописаны правила. И такого же цвета, как будет эта фишка, выбираете карточку. А это белая карточка, это свободная. Вопрос тогда, значит, я как бы задам его сам. Тут туда отпуска? Да, да, конечно. Вот мне кажется, что вас часто спрашивают, почему у вас есть, условно говоря, форма. Там краги, фуражка. И вы отвечаете, что это носит какие-то утилитарные такие. Да, во-первых, не краги. Краги – это одно, а сапоги. Сапоги, да, сапоги, потому что вы, мол, живете в деревне. У вас замок во Франции, там просто ходить. И фуражка, соответственно, потому что у вас испорчено зрение. В берегу глаза, да. Зенит. Вы знаете, вот мне кажется, что это вот вы как-то на самом деле неправду говорите журналистам. Потому что здесь проработанный образ с этими галифе черного цвета. Это не галифе, это обыкновенные штаны. Да, то есть они смотрятся как галифе за счет вот этих карманов. Нет, 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 за счет карманов, за то, что здесь полно всего. Карманы, карманы, карманы. Если мы начнем вытаскивать все, вы поймете, почему я хожу в этой форме. Хорошо. А вот эти очки… Другие карманы из штатского не выдержат того веса, который находится здесь. Я понял. Вот эти очки, которые я вижу, это все время одни и те же очки, или это модель, в которой… Нет, одни и те же очки. Но это не одна и та же фуражка, она не может быть такой сохранить? Это же фуражка. Сколько лет уже? Ну, я не знаю, наверное, лет 20, 25, 30. Я ее стираю сам. Вы стираете сами фуражку и сами латаете сапоги. Вы слышу в одном из интервью, что вы сами… Сапоги, да, они в латках. Я люблю носить вещи одни и те же очень долго. Михаил Шемякин, который очень долго поддерживает к себе внимание, потому что он любит то, чем он занимается, чем бы он ни занимался, в том числе и аналитикой. Это человек, с которым можно беседовать без конца. И один вопрос не задал ему уже, к сожалению, не задал. Кто бы мог бы сыграть Михаила Шемякина в боёпике о Михаиле Шемякина, к сожалению. Ответ на этот вопрос мы не узнаем сегодня. Но зато завтра фактически, да, мы сможем узнать, что такое разрез в искусстве. Спасибо.